приветствую дорогие мои сегодня обсуждаем тему если предназначение у души и так сами сегодня мэтр мы сегодня на реке шепш которая поднялась и забурлила и стала как в сайгоне коричневой ну просто потому что она хочет подражать моей замечательной коричневой кофте и подстраивается в 1 тонн хотя в принципе и голубая была тоже ничего и так убираем от детей малолетних приемников обсуждаем сегодня важные темы но сидеть и услышать зачем вы потом с ними не сможете нормально жить вы их не сможете нормально воспитать надо воспитывайте трехлитровые банки возьмите наполните их водой поставьте к экрану и пусть они воспитываются я их воспитаю нормально поверьте мне поверьте мне я вас убедю так если предназначение у души ну что первое хочется сказать первое хочется сказать что ну есть дух есть душа и когда в моем теперешнем понимании опять таки я понимаю что через какое-то время я может быть буду ощущать мир по-другому но я буду делиться так как я понимаю сейчас моем понимании есть дух есть душа дух это и есть та самая энергия то сато то что есть то что является бессмертным та самая энергия которая собственно говоря непобедимая но при этом который который нас лишают и которую нам пытается эту энергию всячески всячески нам преуменьшить чтобы мы не чувствовали свой дух то есть моем понимании душа это более грубо материальная вещь это структура с помощью которой мы ощущаем жизнь это один из органов чувств которым мы воспринимаем жизнь а дух это самая тонкая материальная вещь та самая энергия про которую говорится в бага водитель в том числе и так бывает ли предназначение у души у духа и у души ну я думаю сейчас не будем мы сильно разделять эти два понятия мы их объединим и скажем так у чего-то такого сформулируем вопрос немножко по-другому у чего-то такого нематериального что является нашей сутью если какое-то предназначение конечно есть и и более того когда перед тем как он воплощается дух наш дух здесь материальном теле у нас есть определенная договоренность кто мы и что мы будем делать и в принципе некоторые люди даже помнят это и становятся тем кем они договаривались заранее мы в принципе можно назвать таких людей как великими людьми ну какие-то известные скажем так личности которых в том числе и пишут даже в школьных учебниках даже даже в учебниках о них пишет и как вы думаете если я получил инженерное образование ну по сути стал инженером изначально до после того как сколько я отмочалил отчалил получается эта школа потом институт 10 плюс 6 туда-сюда ну после того как условно 16-17 лет отчалил в системе где существуют дисциплинарные взыскания вот я стал инженером и после этого передо мной открылись счастливые ворота счастливой свободной жизни в нашем прекрасном замечательном обществе и в нашем прекрасном государстве и вот такой вопрос у меня семья инженеров мама инженер я с детства видел какие-то чертежи там карандаши в принципе с детства я уже как-то с этим соприкасался мне это ну как то уже было понятно и каким-то чудесным образом я не знаю наверное как-то случайно вот очень удивительно я тоже получил инженерное образование в институте специальность отличается конечно но тем не менее ну вопрос а если бы я бы родился в семье художников ну как минимум что-то бы умел бы рисовать ну что-то бы да хоть как-то бы ну и понимал какие-то стили какие-то темы какие-то назначения если бы я родился в семье банкиров ну наверняка бы понимал как устроена банковская система какие карточки надо заводить какие нет стоит брать кредиты и ипотеки или и нет на каких условиях и все остальные нюансы наверняка мне это было бы достаточно понятно то есть я бы имел об этом представление намного больше чем после после моего инженерного образования я бы имел намного больше понимания банках если я родился в семье банкиров то есть мысль такая и как вы думаете если я родился в семье которая была до меня воспитана но с помощью разных насильственных действий с рабским мировоззрением это с помощью применения войны и других средств делю людей просто у людей практически не было вариантов кроме для того чтобы выжить делали все скажем так если стоит вопрос выжить или нет там выжить рабом или не рабом ну обычно выбирают выжить ну поэтому да таким образом пройдя такое сито понятно что выживают грубо говоря рабы и как вы думаете в семье рабов кого как правило ну с достаточно большой вероятностью могут воспитать я думаю конечно же только свободного человека у которого есть свободное мировоззрение почему только из любви потому что их также воспитывали только из любви и поэтому к чему я сейчас все это клоню я это говорю к тому что если с детства воспитывали так что закрывали в принципе саму идею что у нас есть дух душа нечто материальное то что находится в нас является нашей сутью если от нас то скрывали а нам нас этому не учили нам на этом на это внимание не акцентировали как вы думаете можно вырасти понимая что в принципе она какое то есть предназначение я думаю с очень маленькой маленькой вероятность поэтому первое что хочется сказать она есть и она естественно и потом чтобы до него достучаться и раскопать его нужно будет надо будет прикладывать усилия и и если мы посмотрим все таки какие-то биографии известных людей обычно это либо какие-то самородки как и которые каким-то чудесным образом что-то получилось либо все таки как-то их готовили к этому ну несмотря на это я допустим прекрасно помню что я в детстве в детстве я помню что я ходил во дворе еще до шести где-то 45 лет мне было я ходил с таким чемоданчиком и я понимал что мне такое помню говорил что я буду доктором леди людей буду лечить и клал туда бинты и зеленку и при всем при этом у меня 33 технических образования и несмотря на это все равно я пришел к тому что занимаюсь тем что помогаю людям лечу их в плане ментальных разных проблем травмы всего остального но я считаю что докопался все таки до того что является моим предназначением это сможет каждый человек сделал вот и в детстве как правило если она не слишком жесткая самого начала дети помнят об этом если их воспитывают с таким вопросом с таким вниманием а ты помнишь кем ты бы от этим ты хочешь быть там показывают разные варианты допустим так как там как вот варны там допустим кладут разные предметы чтобы понимать как его воспитывать ребенка вот поэтому естественно есть предназначение вот но причина в том что почему-то кому-то выгодно чтоб мы это не знали не знали свое предназначение ну я думаю что если логически подумать почему и зачем тоже можно сделать определенные выводы ну что конечно же дальше продолжим обсуждать все эти замечательные темы для того чтобы понять как в нашей жизни улучшить благодаря анализу благодаря разным техникам практикам сферы жизни какие-то деньги отношения здоровья по здоровью сейчас принципе ну в ю тубе достаточно много информации тех кто копается может найти много ораторов по отношениям ну судя по результатам загсов что-то как-то информацию обществе ну как-то совсем совсем что-то скудненько да вот ну по поводу денег примерно та же ситуация что и по разводам количество людей которые зарабатывают тоже почему-то мало ну как и говорится оно и хорошо ну почему ну потому что нам объяснили как надо жить что зарабатывать не надо вот а мы что будем делать а мы будем идти путем своего предназначения как обретая силу духа обнимаю целую если какие-то вопросы пишем комментарии наконец-то стали писать в комментариях я не согласна это неправильно вот наконец-то стали честные люди появляться наконец-то есть о чем поговорить там день день этот туда-сюда сюда-туда всех обнимают целую дорогой обнимают целую до вы